Поэтому мы вас выписываем к труду совместно с заведующим отделением Братунец. Всем привет! На канале выходило видео о том, что моей жизни и здоровью угрожает опасность. Сейчас поставьте на паузу, перейдите по ссылке в описании и посмотрите его, потому что это продолжение. Я вам заявлял ходатайство о том, чтобы отложить следственные действия. Удовлетворили ходатайство? Я отказала вам в удовлетворении вашего ходатайства. Объясню почему. У меня есть ответ. Ответ СГБ-2, значит. Не вдаваясь в подробности по уголовному делу 112, чем я и как давно болею, то есть это есть опять же по ссылкам в описании. Расскажу вам со 15 апреля. То есть 15 апреля меня больного в наглую выписывают. Вы же решение приняли? Да, я решение приняла, потому что у вас в острове боли нет. Я трудоспособен? Да, вы трудоспособен. На лопату можно идти завтра? Вы на лопате не работаете. Вы работаете за кого? Вопрос прямой. Я трудоспособен? Вы трудоспособен. Откуда вы знаете, чем я буду завтра тогда заниматься, если я трудоспособен? Если я пойду завтра на физический труд. Потому что боли у вас сейчас нету как таковых. Боли нету. Ну, по вашему мнению. Да, по моему мнению. То есть вы себе это придумали, внушили. Вы спокойно стоите и со мной разговариваете. И что? Если бы у вас были боли, вы бы так бы не разговаривали. Лицо ваше покажите. Почему вы стесняетесь? Я не собираюсь фотографироваться. Если вы в ваших действиях уверены, если вы заявляете, что действует из закона. Я уверена в своих действиях. Но покажите тогда ваше внешнее. Я не собираюсь фотографироваться. Обозначиваю ответственно. Первое это начальник центра противодействия экстремизму Борисик. Представляюсь. Какой-то сотрудник полиции, главного управления. Чего главного управления? Вода России по Кемеровской области. И второй за это ответственный, это главный врач собственной этой больницы, Пачкин. Главным врачом городской больницы номер 2 города Кемерово назначен Пачкин Игорь Вадимович, до этого работавший директором территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области. Мы хотим усилить те традиционно сильные направления, которые есть во второй городской больнице. Уголовное дело вообще по 112, статью экстремистскую они возбудить не могут, у них недостаточно оснований, пошли путем гибридных репрессий. Сделали банальную уголовную статью, типа бытовуха и криминал. Хорошо. Что тогда в бытовухе и криминале делает вот это путинское гестапо, центр противодействия экстремизму, или политическая полиция, если хотите. То есть они вообще в принципе никакого отношения по роду своей службы, то есть это специализированное дело, не имеют данного рода уголовным делам. То есть есть потому что категория преступления экстремистской направленности установлена приказом генерального прокурора еще давно. И 112 вот это по своим обстоятельствам к ним вообще никаким образом не относится. Они оперативное сопровождение вообще этому делу обеспечивать не должны. Но они там есть, они его полностью ведут. Этот Борисик он возит дознавателей, специальный приемник, следователь, то есть он все эти запросы, я так понял, таскает в больнице. В общем он координатор полностью этого процесса. Он ведет по факту, это 112 статью он именно этим занимается. Собственно находясь в главном управлении, то есть он напрягает все вот эти вот низовые отделы. А само дело расследует отдел полиции по месту жительства. Желудок. Слизистая оболочка в теле желудка умеренно отечная, ярко гиперемирована, рыхлая, контактно-кровоточила. Множественные точечные геморрагии, единичные с гематитом. 12-перстная кишка. Слизистая отечная, гиперемированная, складчатая. По вершинам складок эрозии с фибрином 0,4 см в длину. Заключение. Недостаточность кардии второй степени. Хронический эрозивный эзофагит. Степень поражения пищевода по шкале Сан-Миллера 2. Эрозивно-геморрагический рефлюкс гастрит. Рубцовая деформация. Луи эрозивный бульбит. Вот это новая история болезни от 27 апреля. 15 апреля меня выписывают, сажают на сутки, не кормят, пытку применяют. Потом специальный приемник, короче, вшатывают все лечение, которое у меня до этого длительное было. И, собственно, я снова возвращаюсь в это состояние здоровья, в котором было 27 мая 2019 года, когда мне впервые установили диагноз. На вас форменной одежды нету. Вы кто? Я вам представлялась уже неоднократно. Нет, не представлялась. Вы кто? Я третий раз вижу женщину без форменной одежды. Вы кто? Существо женского пола, представляющееся шведовой. То есть это четвертый по счету сотрудник МВД, который работает по 112-й. Там было два тазнавателя, один следователь. Все снялись с этого дела. И вот появляется вот это типа шведово. То есть удостоверение она, главное, предъявляет. А человека от другого. То есть выданное в 20-м году, но там другой человек изображен. И ее я в форме ни разу не видел. Так вот, 27-го числа я открываю новую историю болезни. Ну как это же новое получается, если 15-го выписали к труду. И, собственно, об этом сразу же сообщаю следователю. Ну на следующий день, 28-го апреля получается. Приношу листью нетрудоспособности, копию, подаю ходатайство. Типа приостановите следственные действия в связи с заболеванием. Отказала вам в удовлетворении вашего ходатайства? Отказывает в удовлетворении ходатайства вот это типа шведово на основании справки из-за больницы. Отправляемся. Здравствуйте. Ирина Викторовна, меня зовут Михаил Евгеньевич. Знаете, достаточно давно уже. Хотел бы у вас узнать, кто сотрудникам МВД выдает справки о том, что я здоров. Что вы здоровы? Да. Такие справки не выдаются. Есть запросы, с которыми работает у нас. Приемный нужно узнать. Я не даю такие справки. Насчет справки вы не знаете, да? Ну, в приемный поступают все документы в приемную главного мунистра. И распределяются по подразделениям, по профилю их работы. А кто полномочен выдавать в данном помещении, такие, такого рода... Я вам не могу сказать. Не можете, да? Я вот хотел бы узнать, кто выдал сотрудникам МВД справку о том, что я здоров. Я был сейчас у заведующих по клиническим отделениям. Она меня отправила сюда, то есть узнавайте в приемной. Когда справка была? Ну, следователь утверждает, что 29 числа, от 29 апреля у меня такая справка. Значит, был какой-то запрос? Мне копию выдайте, пожалуйста, этой справки. 28 числа... Это запрос был? Да, я приходил ей... А это я не видела. 28 числа я пришел и предъявил лестнику трудоспособности. Сказал, что мне плохо себя чувствует, отложите следственные действия. 30 апреля она заявила, что у нее есть справка. Согласно вам, я так понимаю, никакой справок. Подождите, вы сейчас к Петренко подходили, а она сказала, что ответ был? Она сказала, уточняйте у вас. То есть, я пришел у вас узнать, выдавали ли вы кому-либо подобного рода справки. Согласно Уголовно-процессуального кодекса заседает комиссия, то есть с участием пациента. Ну, что у вас есть, вы мне копию предоставьте, документы. Почему я вам должна копию предоставлять? Это в полицию отдан был документ. Ну, мне копию этого документа. А вы без моего согласия на каком основании сведения о состоянии моего здоровья распространяете? Выдите, пожалуйста, из кабинета. Это меня касается, это меня касается. Хорошо, выйдите из кабинета. Никуда не пойду, пока вы мне не объясните, кто там дает справки, что я здоров. Вот этот ответ был, да? То есть, получилось. Она ко мне отправила. Кто исполнил, посмотри. Это запрос, это ответ. Что ж она получила? Ответы подготавливала Петренко. Идите, значит, к ней. Петренко, да, подготавливала Петренко? Она подготавливала Петренко. У меня человек забрал. У меня запрос есть, значит, зашла. Ясно. Ирина Викторовна, так вы являетесь исполнителем по запросу? Какой запрос? Наследователи Шведова 28 апреля зарегистрированы. По нему, по нему, да, уже даже получили ответ. Нет, он только что был приемен. Здравствуйте, Татьяна Николаевна, я не делала. Вас вообще что интересует? 29-30 апреля мне там предъявляли обвинение в отделе полиции Кирски. Следователь заявила, шведовала, что у нее есть справка о том, что я якобы, ну, здоров. То есть, там, пригоден для производства следственных действий. То есть, по моему заболеванию установлено производство, по уголовному делу, которое в суде, видите ли, а для следственных действий я пригоден. Это вообще удивительная штука. Скажите, пожалуйста, вы справки выдавали такого характера? Ну, я не буду вам отвечать, Михаил Ильич. Это касается моего состояния здоровья. Как это вы мне не будете отвечать? Все, что касается вашего состояния здоровья, я на камеру проговаривать не буду. Я против того, чтобы вы меня снимали. Поэтому давайте общаться без... В уголовном процессуальном кодексе установлен порядок получения данного рода сведений. Выдаются такие заключения по созыву медицинской комиссии с соответствующими медицинскими специалистами. Это все прописано в законодательстве. В моем случае, когда ей писали эту справку шведовой, никто, собственно, никакую комиссию не созывал и меня на нее не приглашал. То есть, 28-го числа являюсь я, заявляю ходатайство, тут же шведова, типа шведова, составляет запрос в больницу. Собственно, то есть, ну, как она из кабинета выбежала, что ли, отправилась в больницу, ну, получается, в этот же день регистрирует. То есть, я приходил во второй половине дня, вышел оттуда в 4, то есть, там, больница работает до 6, да, там, где бумагу можно принести, сдать. Ну, в общем, она вылетает в этот же день в эту больницу, приносит, собственно, свой запрос и уже 29-го ей дают ответ. Как видите, в течение суток все это произошло. То есть, это Борисика созвонился с Пачкиным и, собственно, появилась эта справка. Документы все у меня на руках медицинские, карты у меня на руках, у поликлиники нету согласия вообще. У меня, вот я не давал им согласия. В стационаре, когда лежал, там, в стационарных картах есть согласие, в поликлинике нету согласия. Они, не созывая комиссию, выдают какую-то справку, разглашают сведения о состоянии моего здоровья. Так, вопрос вот такой. Согласно уголовному процессуальному кодексу, данного рода документы выдает медицинская комиссия. Медицинская комиссия никакая не заседала, врачебная. Она не заседала, мои документы не обозревала, меня не обозревала. Вам была назначена комиссия, на которую вы не пришли. А мне кто-то уведомлял об этом? Ну, лечащий врач должен был уведомить. Меня никто не уведомлял об этом. И вот подходит день моей следующей явки по листу нетрудоспособности. Это день победы над фашистской Германией, 8 мая. Что произошло в этот день? Ну, произошло то, что меня просто в наглую выписали. Вот так, больного человека, все, ты здоров, давай пока, иди отсюда. Смотрите, после приема пищи, вот у меня ноющая боль, вот здесь вот она все происходит. После приема пищи она проходит, и через 15 минут начинает покалывать. То есть колюще. И через некоторое время, как бы, это немного уменьшается, то есть не так сильно. У меня где-то после приема пищи, примерно через час-через полтора, какой-то резкий упадок сил происходит. Я прям падаю, засыпаю. То есть час-полтора проходит, меня просто выключают. Сначала я прихожу к терапевту, и меня тут же отправляют на врачебную комиссию. То есть, и проходите туда. Обращаясь к этой братунеца в соответствующие кабинеты, и она начинает меня осматривать. То есть засушивать мою жалобу, но по ней уже видно, что она отсушить даже ничего не хочет. То есть у них уже есть команда. Опять же, Борисик созвонился с Пачкиным, чтобы они меня, собственно, выписали. Что? Ну, после приема пищи, как я писал, то есть уколит некоторое время. Нет, ну вы сказали, что вот как вы покушали, да? Да. Боли, например, проходят. Ну, после или, как сказал. Потом через час начинается что-то покалывание. Так? Через 15 минут после приема пищи примерно вот так колоть начинает. И что, поколол, поколол? Потом она уходит? Ну, стоит немного понервничать, у меня все сразу начинает горлить и болеть, и загибать. Ну, вы же сами выбрали такой себе образ. Подождите. Такой путь. Извините, это все мои конституционные права. Представляете, она еще спорит со мной, она мне говорит, ну вы же сами себе все это выбрали. То есть ты виноват в том, что ты так давно болеешь, что у тебя мусора там тебя угнетает, и ты не можешь вылечиться, еще ты в этом виноват. А то, что это там все твои конституционные права, ну это никого не волнует. Надо мусорам, значит выписываем. А я вам объясняю. Решение прав, я вам ничего не могу сказать. А я вам объясняю. Я не юридическое лицо. Просто, чтобы кто-то там зарплату получал каждый месяц, надо со мной что-то делать. Вот и все. Даже политической необходимости в этом никакой нет. Ну вы сами прекрасно понимаете, до бесконечности у вас больничество здесь вытлится. Так ведь? Смысл? Вообще, я просил меня отправить в научно-исследовательский институт. Ну, сейчас видите, какая ситуация в стране. Вот эндоскопом меня уже просмотрели с двух сторон. То есть и сверху, и снизу, собственно. Мы просмотрели весь желудочно-кишечный тракт. Болею давно. Мне становится лучше, бывает хуже, лучше, но до выздоровления не доходит. Есть такая процедура под названием биопсия. Мне ее ни разу не делали. Ни поджелудочный, ни желчный пузыря. Ну, я вам могу, знаете, на это что сказать? Если бы вы у нас ФБД сделали бы, мы могли бы сказать, что сделайте биопсию. Мы бы требовали эндоскописта, но вы же не у нас делаете. Понимаете, а три раза... Я не могу с них требовать. Это не наше лечебное учреждение. В направлении выписывайте, я пойду и сделаю. Ну, я могу сказать... В направлении выписывайте, я пойду и сделаю. А к вам меня сюда по скорой три раза привозили, писали. А, просто гастрит нормально, езжай обратно. Потому что три раза меня сюда привозили и писали, что у меня простой гастрит. Было это в мае 2019 года. По скорой помощи три раза сюда привозили, специального приемника. И все три раза мне езжай назад. Тактику лечения они так и не могут подобрать правильно. Почему? Потому что они не проводят биопсию. То есть, это есть такая процедура, которая показывает биологический состав внутренних органов жидкости. То есть, внутренних органов или поджелудочной, или желчного пузыря. И можно уже определять дальше, как меня именно лечить. Но этим не надо. То есть, у них, я так понял, уже давно команда, чтобы они не лечили меня, а просто пачкали мозг. Так, естественно, они не будут меня куда-то направлять. И если это выясняется, что они на протяжении года просто тупо кормили меня таблетками. То есть, выписывали, которые я сам за свои деньги покупал. 20 тысяч перевел за год на таблетки. И это было неправильно, это было ошибочно. И они сами не доработали. Они сами это допустили. Но за это уволят, осудят, еще лишат права заниматься медицинской деятельностью. Тем не менее, она меня засушивает, это братунец. И, собственно, просят удалиться. Заходят эти две тетки оставшиеся, типа комиссии. То есть, они рассказывают там друг другу анекдоты 10 минут и приглашают меня. Так, Михаил Евгеньевич, при всем нашем уважении к вам, признаков временной нетрудоспособности мы не усмотрели. Те изменения, которые есть по ФГДС. Просто погласите комиссию. Тут она порит абсолютную вообще от себя тяну. Просто чушь. Потому что с 27 апреля, как я открыл новую историю болезней, они у меня не направляли на анализы ничего вообще. То есть, элементарные, даже самые простые анализы не взяли. Не направляли там на какое-либо дополнительное обследование. И я не проходил гастроскопию с 27 числа. То есть, просто от балды, от фонаря. Еще раз. Вы кто я спрашиваете? Про ФГДС состояние с положительной динамикой. Признаков кровотечения нет. Признаки заживления эрозий. Поэтому мы вас выписываем к труду. В общем, моей жизни и здоровью реально угрожает опасность. Мусора. Им так сильно надо загнать в суд эту свинификацию. Там нет доказательств. Обвинение построено на предположении. Свидетели в суде могут отказаться вообще от своих показаний. То есть, единственное, почему это может дело дойти до какого-то нужного им финала, это если я признаюсь вину. Чего не произойдет в принципе. Потому что я ни в чем не виновен. Представляете, если поменялось три сотрудника на пути движения этого дела. То есть, четвертый, вот это типа шведов. То есть, это фейк вообще. Подделка. Они подделывают уже дело, лишь бы его суд загнать. Потому что они приходили с обыском. Они не вернули мне имущество. Не дают копию протокола обыска. Можно перечислять и перечислять. Сейчас не об этом. У них принципиально важная задача. Они насвинифицировали основания, что я там типа скрывался от следствия. Ну, год не скрывался, тут вдруг заскрывался. И загнать они хотят все это опять же в суд с ходатайством, но в избрании меры пресечения. То есть, в виде заключения под стражу. Ну, то есть, закрыть меня в СИЗО, чтобы меня там долбили каждый день и возить меня на суд. Иначе у них нет другого пути. Дорогие друзья, я обращаюсь к видеоблогерам, к журналистам, к неравнодушным гражданам, к общественникам. Помогите мне в распространении информации. Какой со мной творится беспредел? Расскажите об этом как можно большему количеству людей. Больного выписывают из больницы специально. Все закрыть хотят. Прожить они дня без этого не могут. В заключении еще обязательно надо сказать, что все, кто работает в МВД, не обязательно являются мусорами.